Дальше. Четвертый, то есть седьмой, восьмой. Да, там два. Замминистра обороны Тимур Иванов осматривает ход строительства новых объектов в оккупированном Мариуполе. Почти все время рядом с Ивановым Александр Фомин. Он и докладывает начальнику о ходе строительства. Показывает чертежи, новые дома и даже детскую комнату в новой квартире. Вот эти два. Фомина и Иванова теперь объединяют не только общие проекты. Они оба под арестом по делу о взятке. Следствие считает, что Иванов получал от Фомина, президента ООО «Олимп Сити Строй», откаты услугами, строительством и реставрацией недвижимости. У компании есть филиалы в разных областях страны, в так называемой ДНР в том числе. Ее прибыль скакнула в пять раз в 2023 году. «Олимп Сити Строй» — основной застройщик в Мариуполе и других оккупированных городах Украины. Центр досье и ФБРК публиковали расследование с обвинением Тимура Иванова в коррупционном сговоре с «Олимп Сити Строй». И вот этот «Олимп Сити Строй» — это уже очень крупный подрядчик Минобороны. Мы выяснили, что только за последние пару лет «Олимп Сити Строй» получил по засекреченным госконтрактам от структур Минобороны более 65 миллиардов рублей. И они переводят часть этих денег оборонспецстрою как субподрядчику. Два года назад Иванов вручил Фомину медаль МЧС за Сотружество во имя спасения. Фомина в прошлом кадрового военного, а теперь строителя, арестовали позже, чем Иванова, на день. Издание «Коммерсант» пишет, что сотрудничать со следствием Фомин отказался и стал обвиняемым вместе с Ивановым и Сергеем Бородиным, который, по версии следствия, находясь в дружественных связях с замминистра, вступил с ним в преступный сговор. Бородин сделал бизнес на медиарынке. В начале нулевых он основал несколько рекламных агентств, а потом стал совладельцем компаний «Росэнергоатомстрой», «Энергокапитал» и «Энергоавтоматика». Тимур Иванов, к слову, тоже занимался энергетикой, работал в Минатами. Вероятно, так они и познакомились. Бизнес Бородина вшел в гору стремительными шагами. В 2012 году Бородин стал соучредителем кредитной компании ММК «Кредитвайн». В 2016 году долю в этой компании получила Светлана Манилович, жена Тимура Иванова. Как сообщил источник ТАСС в силовых структурах, основная деятельность Бородина в последние годы — выполнение контрактов Минобороны. В частности, это может быть строительство парка «Патриот» в Подмосковье, где есть и храм вооруженных сил. Его возведение также курировал Тимур Иванов. Агентство «Рейтер» пишет, что арест Иванова и его партнеров может быть попыткой ослабить министра обороны Шойгу перед формированием нового правительства.